добрый день уважаемые слушатели сегодня мы с вами продолжаем вебинары в рамках проекта без паники это проект 4 психиатрической больницы имени ганушкина меня зовут белоусова алина игоревна я медицинский психолог и сегодня я прочитаю вам лекцию по теме генерализованное тревожное расстройство но сначала давайте остановимся на том что обсудим что такое тревога тревога это эмоция которая проявляется в момент восприятия человеком угроз или какого-то угрожающего события в чем же собственно эволюционный смысл такого состояния чтобы обеспечить выживаемость выживаемость субъектов человека и от которых целом дальнейшее выживание вида гомо сапиен зависит если разобраться до функциях тревоги то можно выделить несколько таких основных основополагающих ее значение функция сигнала сигнал об опасности то есть побуждает нас к поиску угрозы да что именно нам угрожает функция поиска человек уже пытается найти источник угрозы и функция оценки то здесь уже происходит анализ как сложившейся ситуации так и соотносится с прошлым опытом и вырабатывается какой-то алгоритм по разрешению этой ситуации поиск ресурсов до которые ресурсы которые помогут справиться в дальнейшем с той ситуации неприятной которая произошла что такое тревога тревога и стресс это естественная реакция организма в опасные трудные ситуации для нас это совершенно естественно и переживать тревогу это безопасно и в целом абсолютно нормально в этот момент происходит прилив адреналина организм в целом мобилизуются подключают все свои ресурсы для того чтобы справиться с какой-то неприятностью природа тревоги здесь очень важно различать когда у нас происходит точная оценка и не точная оценка тревоги в чем это подразумевается когда происходит какая-то неприятная ситуация точная оценка производит мы производим оценку риска то мы соотносим наши ресурсы из той ситуации неприятной которая произошла если у нас ресурсов недостаточно временных эмоциональных физических ресурсов недостаточно для того чтобы справиться с этой ситуации тогда у нас возникает тревога но при этом есть и не точные оценки когда опасность воспринимается как чрезмерно высокая собственные ресурсы человек оценивает как низкие хотя на самом деле это не так и возникает ложная тревога при этом ложная тревога она по ощущениям практически неотличима от точной но как мы уже выяснили из этого оценки изначально были неправильными тревога эта эмоция с негативной окраской с ощущением неопределенности с внутренней напряженностью с ожиданием угрозы с предвосхищением негативных событий в будущем и это все все эти компоненты соединяются вот в этом состоянии который человек испытывает но тревожные расстройства это уже когда тревога выходит за рамки нормальных своих проявлений и в этом подразумевается уже те психические патологии которые связаны с неадекватно повышенной тревогой из-за которых снижается адаптация и работоспособность человека то есть уже человеку сложнее выполнять свои прежние дела участвовать как полноценно общественной жизни выполнять работу и даже иногда общаться с другими людьми что такое тревожные расстройства да если разбираем их с точки зрения с 1 соотношение риска и ресурсов в этом случае возникает переоценка вероятности что проблема возникнет именно по отношению ко мне то есть человек постоянно думает что какие-либо проблемы до проблемы на работе в семье они обязательно со стопроцентной вероятностью возникнут хотя на самом деле может предпосылок для этого и нет переоценивается риск собственно тяжесть интенсивность этих событий то есть возникнет какая-то там супер тяжелая утрата потеря работы человек не сможет ее найти и вот эти все мысли они постоянно лишь усиливаются и человек все больше их раскручивает для себя при этом свои ресурсы обычно недооцениваются человек в ресурсы что это вообще обсудим да это то что нам помогает справиться друзья семья работа окружающие временные какие-то рамки до произошло что-то неприятное но для этого например чтобы справиться с этой ситуации человеку не обязательно действует прямо сейчас да может быть для этого есть там у него целый день сутки то есть время где человек может выстроить план действий да я иногда это бывает что не оценивается человека в нужной степени генерализованное тревожное расстройство она выделяется в рамках классификации международной классификации болезни мкб-10 и ставится да как определенный диагноз да в некоторых случаях наравне с другими тревожными расстройствами но разберем его чуть подробнее что подразумевается под этим понятием gtr здесь такое состояние у человека возникает как тревога обо всем и ни о чем или такое постоянное такой постоянный вопрос да сейчас у меня все хорошо но вдруг что-то произойдет да сейчас у меня есть работа но вдруг я ее потеряю да сейчас у меня есть любимый человек но вдруг он от меня уйдет и вот это постоянное беспричинное неконтролируемое беспокойство с разными опасениями в разных сферах проявляется практически большую часть дня и в целом характерно для человека на протяжении всей жизни то есть не зависимости от того что с ним происходит до положительные события или негативные все равно человек постоянно думает что если сейчас что-то мне не получится да я не справлюсь я не сдам экзамен и так далее распространенность gtr встречается в 7 процентов людей при этом у женщин два раза чаще чем у мужчин у 70 процентов 75 процентов людей с gtr расстройство начинается в подростковом возрасте и при отсутствии лечения имеет хроническое течение 90 процентов пациентов с gtr и имеют и другие какие-то проблемы да и чаще всего это сочетаемость депрессии другими тревожными расстройствами или зависимостью от алкоголя здесь также вы можете посмотреть на как сочетается gtr с другими заболеваниями тут несколько таких цифр и при этом люди с гтр да они часто обращаются за помощью к специалистам к врачам психиатрам совсем не конкретно с тревогой а иногда они жалуются на проблемы с жкт с мышцами какими переживаниями относительно каких-то других органов бессонницы хронической усталостью то есть на тревогу жалуются но скорее так скользь какие-то другие больше проблемы выдвигают симптомы какие вообще если оставаться в рамках например обсуждением это как психиатрического диагноза то психиатр когда виде да или врач который которым человек обратился видит и опрашивать пациента и выделяет тесен ту симптоматику которая у него проявляется при этом симптоматика должна длиться последние шесть месяцев большую часть времени на протяжении полугода выделяется чрезмерная тревога невозможность контроля переживания тревоги то есть они носят такой навязчивый характер тревога и переживания сопровождаются какими-либо вот из перечисленных симптомов до минимум тремя либо беспокойство либо усталость фоном либо проблемы с концентрацией внимания раздражительность напряжение в мышцах нарушения сна при этом переживания не сводятся какой-либо одной теме пример до тревога здоровья они обычно имеют такой вот множественный характер тревога и физические симптомы имеют ощутимое влияние на качество жизни и не объясняется употреблением психоактивных веществ какие характерные переживания при генерализованном тревожном расстройстве возникает фоновый режим начеку человек постоянно даже не всегда осознанно ожидает что с ним произойдет что-то плохое мысли в основном происходят о будущем то что с человеком произойдет дальше мысли эти прокручиваются в разных вариантах и часто не всегда продумывается то тот момент что человек справиться с этим с этой ситуации скорее про то что он не сможете не справиться переживание ощущается как непрерывный поток который мешает человеку часто и которые даже иногда может затруднять какую-либо его деятельность сознание действуют четыре основных правила тревоги распознавай опасность то есть постоянно везде ищи где находится опасность возводи ее в катастрофическую степень контролируй все обстоятельства то есть у людей с гтр возникает такое ощущение что я должен все контролировать и если что-то не подвластно моему контролю она тоже еще больше провоцирует тревогу и не переносимость дискомфорт на дискомфорта то есть человек постоянно хочет уйти от ситуации которые причиняют ему какой-то дискомфорт даже если они ему не наносят вред какой-то физический эмоциональный давайте теперь обсудим могут ли возникать когнитивные нарушения при тревоге нарушение внимания и расстройство памяти как они проявляются нарушение внимания на когнитивное нарушение внимания в основном у людей с тревожностью нарушается так так проявляется что люди в основном фокусируются на пугающих стимулах нежели на тех событиях которые приносят что-то позитивное в их жизнь это затрудняет даже переключение внимания потому что человек фокусируется на угрозе постоянно и происходит замедленная переработка информации касающихся неприятных стимулов то есть человек на них фокусируется фиксируется и из-за этого медленнее медленнее как происходит осознание этого стимула до какого неприятного события это происходит несколько замедленным как нарушается память в основном у людей с гтр выявляются ухудшение невербальной памяти то есть на запоминание лиц каких-то изображений мелодий запахов также у них нарушается запоминание географической местности например ориентировка на географической карте также нарушается переработка и удержание информации в кратковременной памяти то что человек запомнил ближайшие там минуту-две-пять то есть вот в это время это сложнее удержать это в памяти как собственно происходит лечение генерализованного тревожного расстройства на здесь можно выделить медикаментозное лечение и не медикаментозное медикаментозное она в основном происходит под руководством врачей психиатров да и уже подразумевает подбор лечения схемы лечения терапии которая в дальнейшем поможет человеку справляться с его переживаниями и есть не медикаментозное лечение в основном этим лечением занимаются психологи до либо врачи психотерапевты и подразумевает уже терапию в данном случае можно разобрать когнитивно-поведенческую терапию при гтр она подразумевает такую идею что ситуация которая происходит с человеком она провоцирует какие-то автоматические мысли которые возникают в ответ на эту ситуацию мысли они возникают сразу быстро и они не всегда осознаваемые но в основном если мы говорим про гтр то это мысли отрицательного характера до который мы уже с вами разбирали да то что со мной произойдет что-то плохое да сейчас все хорошо но вдруг что-то пойдет не так и вот эти мысли они провоцируют определенные чувства конечно человек он когда возникает да вот это ощущение что я не справлюсь с этой ситуации возникают соответственно чувство какой-то апатии тоски желание уйти от этой ситуации и опять же тревога очень сильная и поведение как уже последствия возникших мыслей чувств она соответственно идет уже исходя из того что возникло это тревожное ощущение человек либо изолируется уходит от ситуации пытается избежать эту угрозу да но большей части не всегда продуктивно как-то старается ее решить и этапы терапии при тревожном расстройстве они сначала до в первую очередь направлены на то чтобы вот эту модель собственно с пациентом с клиентом разобрать да то есть понять в какой ситуации возникает какие мысли какие чувства какие реакции в поведении да как он отвечает на ситуацию как он пытается ее для себя разобрать и какие способы для того чтобы справиться с этой ситуации он выдвигает потом происходит до этап чтобы распознать те переживания до которые возникают этой ситуации уметь отличать полезные переживания от неполезных и сокращать время на переживания потому что часто тревога она растягивается на большое количество времени это захватывает до большую часть дня человека дальше происходит такой еще этап как увеличение толерантности к неопределенности да то есть у людей которые у которых есть тревожное расстройство часто очень низкая толерантность к неопределенности то есть для них очень тяжело переносить то что они не знают что сейчас ними произойдет да когда человек живет течение дня и у него например не простроен график да или он проснулся и не знает что сейчас до через пять минут там делать да если например в отпуске находится они на работе на работе более-менее простроена да а в отпуске например он не простроил свой день и ему это неопределенность она мешает жить и мешает построить какой-то какой-то свой распорядок дня вот прям так спонтанно происходит такой дальше тренинг навыков решения проблем то есть умение решать простраивать какое-то решение уже рационально да не столько поддаваться эмоциональным каким-то воздействием сколько уже простраивать и уметь делать выбор уметь справляться с как с тревогой так и с теми какими компонентами в ситуации самой до которые например для человека там трудны да то есть как справиться там с тревогой там на собеседовании да например когда человек приходит устраиваться на работу да и разрабатывается план действий до что как он будет себя например останавливать до свою тревожность или как он будет с ней справляться работа с когнитивным избеганием когнитивными ошибками которые спонтанно возникают именно в процесс мыслительных переживаний работа с глубинными убеждениями которые собственно глубинное убеждение и провоцирует возникновение автоматических мыслей до именно негативного характера например человек глубинное убеждение он думает что я неудачник и соответственно мысли в меня ничего не получится да я не устроюсь на работу я не познакомлюсь вот с этим человеком хоть мне симпатичный да и вот эти глубинные убеждения они в терапии раза разбираются да ну как-то человек их начинают осознавать и происходит уже работа над самооценкой и вот этими переживаниями о себе скорее и профилактика рецидива да то есть разрабатывается тот план действий чтобы у человека в ситуации неприятный у него уже не возникал вот эту повышенная тревожность до которая мешает что то делать а наоборот он мог уже справляться более продуктивно можно для себя сейчас да вот потренировать такую технику что если когда мы говорим себе что если мы часто ищем потенциальную опасность что если случится нечто плохое ужасное что если все пойдет не так но во всех этих случаях можно себе да представить и найти не менее вероятные положительные возможности этой ситуации то есть стараться обнаруживать не только негативные наоборот позитивные стороны и тем самым балансировать ситуацию балансировать наше видение ситуации постарайтесь каждой ситуации которая происходит приятное подобрать да вот три так называемых стакан наполовину полный на каждый стакан наполовину пустой да то есть если мы говорим о пессимистичном таком восприятии ситуации да то есть на контрасте прям потренировать себя и добавить какие-то положительные аспекты что даже если что-то плохое происходит что положительное в этом возможно этот опыт научит вас дать чему-то как-то справляться с этими ситуациями возможно то что произошло плохое она в дальнейшем как-то повлияет на вашу жизнь лучшую сторону всегда можно что-то найти для того чтобы сбалансировать это такое видение проблемы поговорим о ресурсах давайте представим что мы сейчас живем в ледниковый период и встречаемся с лицом к лицу саблезумом очень опасным тигром него длинная шерсть острые зубы он очень страшный рычит на нас и сейчас давайте оценим свое состояние от 0 до 10 насколько сейчас вы напуганы ну думаю что уровень довольно таки тревоги сейчас сильный а теперь представим у вас есть большая палка насколько сейчас вы будете напуганы от нуля до 10 теперь представим у вас есть горящий факел насколько сейчас вы будете напуганы оценим тоже от 0 до 10 вокруг вас 15 ваших друзей у которых тоже есть такие же факел и горящие насколько сейчас вы будете напуганы представьте что у вас и ваших друзей есть ружья и вы готовы открыть огонь и через минуту от тигра не останется и следа на соответственно тигр у нас не меняется никак а наши ресурсы изменились и уровень тревоги сейчас можете проследить он снижается уже собственно он тигр не так страшен если вокруг нас есть друзья и наши ресурсы да они готовы справляться с этим тигром давайте теперь поговорим о том как различить полезные и неполезные переживания чтобы для себя понять вот мое переживание полезно или не полезно задайте в этот момент для себя четыре вопроса первый вопрос связано ли это переживание с реальной проблемой или гипотетической то что только в моем воображении насколько вероятно то что данная угроза произойдет именно со мной ведут ли мои переживания к разрешению проблемы то есть они позволяют ли с ней справиться с этой проблемой насколько я могу контролировать свои переживания ну теперь давайте сделаем выводы да вот какие выводы можно сделать полезные переживания они говорят про наличие реальной проблемы это рациональная оценка ситуации человек все-таки оценивает действительно что проблема есть и ее нужно решать человек ограничен в этот момент в деятельности точнее переживания ограничены в деятельности и он человек может их контролировать и переживания ведут к разрешению проблемы и постановки плана то есть действительно проблема есть человек ее оценивает рационально понимает что на ее контролируют принципе может ее проконтролировать и себя проконтролировать в этой ситуации и создать план для того чтобы собственно решить эту проблему не полезные переживания они связаны с маловероятными проблемами опять же вот этот вопрос а что если а вдруг то что только воображение может быть гиперболизация последствий и опасности то есть человек прям очень преувеличивает что с ним произойдет что-то плохое неполезные переживания не приводят к активным действий остаются только в виде внутренних переживаний с это переживания ради переживания когда человек только внутри себя еще больше их усиливает и они не ограничены в длительности и неконтролируемо потому что они захватывают человека полностью все его мысли только вот в таких негативных переживаниях и никак никакой продуктивности в них к сожалению нет чтобы вот в момент возникновения какой-то сильной тревоги да немножечко себя скорректировать да можно попробовать дыхательной техники именно в ситуации когда вот уже тревога настолько сильно подобралась да можно попробовать для себя медленный вдох медленный выдох и задержка дыхания на 7 секунд потом опять же мы начинаем медленный вдох медленный выдох но если для вас сложно понять вот как именно медленно выдыхать то можно делать вдох-выдох на 4 счета то есть вдыхаем на 4 счета для себя считаем раз два три четыре задерживаем дыхание для себя считаем раз два три четыре и выдыхаем также на 4 счета и так вы сначала целенаправленно да научите свое дыхание медленно до медленно вдыхать и выдыхать и после этого уже дыхание само по себе будет потихонечку восстанавливаться да и когда вы будете уже спокойнее дышать вы уже сможете как-то более рационально переосмыслить то что происходит успокоиться и уже подойти к проблеме такой с чистой головой более-менее куда можно обращаться за помощью да то есть есть службы можно их разделить на психиатрические и психологические психиатрические службы там вам оказывается медикаментозная помощь ну и также помощь врачей-психиатров врачей-психотерапевтов есть пнд психонерологические диспансеры по месту жительства не в каждом районе практически есть и туда вы можете обратиться за получением бесплатной помощи также стационары и дневные стационары стационары предполагают госпитализацию и лечение в больнице дневные стационары предполагают амбулаторное наблюдение например нахождение в больнице половину дня 5 дней в неделю выходные вы находитесь дома и на полдня приходится там для получения консультации с врачом для получения препаратов и для наблюдения постоянного да что если нужно постоянное наблюдение коррекция тревожного расстройства который достаточно серьезную же форму имеет тогда да конечно это психиатрическое лечение где нужна медикаментозная поддержка если же медикаментозная поддержка на данный момент не актуальна тогда есть психологическая помощь это консультации психолога при этом также психиатрических больницах есть психологи там тоже можно получить консультацию психолога и есть телефоны доверия вот на этом слайде представлены сейчас телефон доверия психологическая помощь бесплатно предоставляется специалистами больницы ганушкина на линии как психологи так и врачи психиатры то есть вы можете проконсультироваться по любому вопросу если вас что-то беспокоит и можете также есть телефоны неотложной помощи если необходима помощь дома до каком-то остром состоянии когда нужно именно принять какие-то меры по оценке состояния и какие-то медикаментозные возможно нужны уже средства для решения этой такой тревожной сильность симптоматики и также есть сейчас у нас в ситуации нашей изолированности изоляции специально предлагаем участвовать в нашей телемедицине онлайн консультации на сайте ганушкина вы можете зайти и пройти по вкладке телемедицина записаться к специалисту там есть юристы психотерапевты врачи психиатры психологи выбрать консультацию и после этого как вы запишетесь будет подключение по видео и аудио связи то есть вы сможете практически такую провести живую консультацию до обсудить какие-то вопросы если у вас есть непосредственно со специалистами вот что тоже конечно это очень удобно в ситуации того когда человек не может выйти из дома при этом он может получить помощь как медицинскую так и психологическую прям у себя дома это очень удобно если какие-то у вас есть сложности конечно же звоните по этим телефоном и обращайтесь дорогие слушатели кто с нами был всех была рада не видеть рада была донести информацию надеюсь что вам было полезно также присоединяйтесь на наши следующие вебинары мы стараемся готовить интересные для вас и полезные лекции рассказывать ну на сегодня все я с вами прощаюсь звоните по нашим телефонам доверия если будут какие-то вопросы или жалобы или симптомы на все ответим всегда поможем до свидания хорошего дня